Всем привет! Продолжаем рассматривать картины и описание к ним по книге Великие Музеи Мира. Герард Терборг. Офицер, пишущий письмо с тромбонистом. Около 1659 года, холст масла, 56 на 43. Герард Терборг. Один из крупнейших представителей малых голландцев, называвшихся так потому, что их картины были небольшого размера и предназначались для убранства домов буржуазии нового класса, разбогатевших горожан, стремившихся к роскоши той, какая была им доступна. То есть малый формат, полотен удовлетворял их возможности. Отсюда в работах этих художников множество бытовых сцен, натюрмортов, назидательных морализирующих сюжетов. У Терборга, как и у других голландцев, и Яна Вермера в частности, множество картин с сюжетом писания послания, как женщинам, так и мужчинам. Письма были важной частью жизни голландцев, которые путешествовали по всему миру. Почта работала отлично, все умели читать и писать. У Маслера есть несколько картин с таким же названием. Известно, кстати, что и другие сюжеты и персонажи художник изображал по несколько раз. Такова одна из особенностей его методов работы. Прилечательно исходные моменты в картинах с офицером в казарме. Он пишет письмо в присутствии мужчины с духовым инструментом, быть может, полкового музыканта, в данном случае тромбониста, в Дрезденской галерее трубача. Тот, вероятно, доверенное лицо военного, и ему поднадлежит передать послание даме. На обеих картинах на пол брошена игральная карта. Карты были неприемлемым атрибутом сценок флирта и указывают на любовный подтекст сюжета, в данном случае на характер письма. Вот такое описание из книги «Великие музеи мира», «Офицер, пишущий письмо с тромбонистом», автор Герард Терборг, я нашел и вам прочитал. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok